МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Фальшивые благотворители орудуют в Северодвинске. Здравствуйте! В прямом эфире Вестник Северодвинска. В студии Владимир Богомолов. Мы начинаем с главного. Ребенок на лечении в Германии. Сами из Молдавии. Необходимо собрать 160 тысяч евро. Ежедневно у крупных магазинов нашего города собираются женщины неславянской наружности. Просят деньги на лечение ребенка от лейкемии. Северодвинских официальных благотворителей подобные акции насторожили. Анна Бибикова попыталась выяснить, куда уходят пакеты денег, которые ежедневно собирают в нашем городе. В одной руке папка с фотографией больного ребенка, в другой пакет, набитый деньгами. Уже с лета в нашем городе на благотворительные цели собирают средства группа женщин. С виду неславянской наружности. Деньги просят, как правило, у крупных магазинов и торговых центров. Тревогу забили благотворители. С их слов фото и диагнозы детей постоянно меняются. И он предложил, ну вот я типа сам из фонда, давайте мы вам поможем. На что она как бы, ну я не знаю, как бы, ну нет. Она дала как бы ответ, что не надо ей помощи. И говорит, на что Виталий сказал, давайте как бы мы телевидение сейчас привлечем. Она говорит, нет, меня снимать не надо, я не буду светиться. После этого женщина удалилась. По словам председателя филиала фонда «Спаси жизнь», лжеблаготворительниц в нашем городе орудуют с десяток. Постолько же были замечены в соседних Архангельске и Новодвинске. Каждая в сутки собирает от 5 до 10 тысяч рублей. Много. Кто 100 рублей, кто 50, кто 10. Ну, давали. Ну, сумка у ней была, да, сумка целая. У нее полсумки уже было. Выяснить, куда уходят деньги с северодвинцев, попыталась наша съемочная группа. Ушли сутки. Место дислокации благотворительницы постоянно меняют. Однако в час пик одна из них была замечена у входа в крупный магазин. По словам этой женщины, на лечение племянника необходимо 160 тысяч евро. 80 тысяч уже собрали. Затем были 100 рублей и глубокая благодарность. Однако при виде камеры дама стала не столь великодушна. Можно не снимать? Нет, 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 это надо снимать. Деньги же вы берете с людей? Ну да. Сообщите, пожалуйста, где находится ребенок. В Германии. Уже? Да. А клиника, номер телефона клиники, врач? Есть, на фейсбуке есть. Нет. Сейчас скажу. Спасибо большое. Откуда она? Годом. С Украиной. Вчера я видел такую же женщину, она мне сказала, что эта девочка сейчас находится в Молдавии. Ни в какой Германии она ничего не была. В Германии, в больнице. Близко даже не сказала. Она сказала, что она сейчас в Молдавии с мамой. То есть как бы уже разбег. Женщины не скрывая деньги, собирать приезжают из Архангельска. И не в одиночку, а группой родственников. А сколько у вас родственников приехало? Ну, а сколько у вас родственников? Ну, сколько у вас приехало? У меня родственников надо считать. У меня тоже много родственников. Ну, сколько? Это 5, 10, 20 человек. Ну, 5, 10, 20. В документах все не на русском языке. По сути, как бы мне это не знакомо. 70 тысяч евро собрано за полгода. Для нас это шоковое состояние. Потому что мы за полтора года как фонд. И у нас больше возможностей собрали столько же. Он на девятерых детей. Затем долгие уговоры отпустить в туалет и попытки удалиться. Поэтому было решено вызвать полицию. Мы сейчас, наверное, с вами проедем на Индустриальную 26. И, скорее всего, там мы будем более подробно разбираться. Хорошо. Вот. Нам просто нужна информация. Потому что сразу мы сейчас... Я сейчас не могу. Кому лица с иностранным гражданством собирают деньги, в эти минуты устанавливают в дежурной части. Гражданку там имеет право задержать на срок до 48 часов. Однако, как стало известно позже, пока одну благотворительницу допрашивают, на соседней улице идет такой же активный сбор средств. Видимо, ее родственницей. Анна Бибикова, Семен Самигулин, Денис Богданов, Вестник Северодвинска. И к другим темам. Несколько часов назад губернатор области Игорь Орлов принял окончательное решение по поводу отменной льгот ветеранам в Поморье. Напомним, сделать социальную поддержку адресной накануне предложили в правительстве области. То есть льготы будут получать только те, кто имеет специальные грамоты и награды, то есть заслуженные жители Поморья. Этот вопрос вызвал множество обсуждений в нашей области. А вот что сегодня по этому поводу заявил губернатор. Статус сохраняется для тех, кто еще его получил. Те, кто будут получать статус, будут получать его по новым правилам. Льготы для тех, кто уже имеет статус, сохраняются на том же уровне. И будем работать вместе с депутатским корпусом для того, чтобы добиться адресных мер поддержки для конкретных. В связи с недавней трагедией у железнодорожного моста на Неноксу, напомним, там утонули двое рыбаков, сотрудники ГИМС предупреждают, навигация для маломерных судов на территории муниципального образования закрыта. Судоводители призывают не нарушать правила и не подвергать опасности своей жизни и пассажиров. Если же выйти на воду крайне необходимо, то следует учитывать силу ветра, волнения и другие природные условия, советуют специалисты. Также на воде всегда необходимо надевать жилеты. О событиях дня сегодняшнего смотрите в рубрике «Коротко». На «Севмаше» установят современный грузоподъемный кран в отделении корпусно-сварочного производства. Новинка появится на предприятии в рамках программы замены оборудования. У крана будет улучшенное управление, высокая точность перемещения груза в подсветке и даже кондиционер в кабине, сообщает прислужба «Севмаша». На новом оборудовании будет несколько тележек разной грузоподъемности от 20 до 100 тонн. В будущем во втором корпусе КСР хотят поменять еще пять кранов. Тем временем на звездочку для ремонта сегодня прибыл атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами «Орел». Северодвинские специалисты будут выполнять работы по восстановлению боевой готовности субмарины. Корабль построен по проекту 949 «Антей». Конструкция подлодки двухкорпусная, специально оборудована для плавания в арктических районах. Имеются специальные подкрепления легкого корпуса и рубки. Заложили субмарину на «Севмаше» в 1989 году, на воду спустили в 1992 году. До 1991 года подлодка именовалась «Северодвинск», но в 1993 году ее переименовали в «Орел». Подводный крейсер «Орел» сменит в центре судоремонта субмарину «Смоленск». Депутаты предложили лишать свободы на год за надругательство над гимном. Представители партии «Справедливая Россия» предлагают ужесточить наказание за оскорбление государственного символа России. По мнению парламентариев, сейчас гимн защищен меньше всего. За надругательство над главной песней предлагается только административное наказание. Народные избранники хотят сменить его на уголовное. Депутаты привели в пример Украину, где за надругательство над гимном граждан наказывают тремя годами лишения свободы. Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, расширяющий обязательное использование государственных флагов и гимна. Согласно документу, гимн страны будет исполняться в частных и государственных школах и вузах перед первым уроком в день начала нового учебного года, а также во время проводимых ими торжественных мероприятий, посвященных государственным и муниципальным праздникам. Также исполнение гимна сделают обязательным при открытии памятников и торжественных собраний, посвященных государственным и даже муниципальным праздникам. Возможно, в ближайшее время в нашем городе появятся новые транспортные единицы, а значит автобусы по уже существующим маршрутам начнут ходить чаще. Впрочем, дополнительных маршрутов в Северодвинске не будет. Об этом накануне заявили в городской администрации. Сейчас в Северодвинске официально работают пять перевозчиков. Каждую неделю они собираются в городской администрации и рассматривают все жалобы, поступившие от пассажиров. Таких за три месяца действия контракта накопилось больше двадцати. В случае серьезного нарушения договора власти переходят к штрафным санкциям. Впрочем, с главным недовольством пассажиров о количестве маршрутов ни перевозчики, ни чиновники поделать ничего не могут. Мы не можем под каждого жителя города построить маршрут. Поэтому я прямо ветеранам сказал, нравится вам или не нравится. Вот мы разработали наши маршруты, исходя из пассажиропотока и прочего, а вы должны уже подстраиваться под них. Поэтому я вам не могу рассказать, как вам конкретно добраться до какой-то точки. Это вы сами должны решать. А вот количество самих автобусов, возможно, в ближайшее время в Северодвинске увеличится. Девять новых транспортных единиц могут появиться в городе в течение нескольких недель. Сейчас же власти больше обеспокоены работой нелегалов на городских дорогах. Поджог сразу трех автобусов, теневых перевозчиков серьезно обеспокоил легальных транспортников. Сегодня пока гибнут автобусы, а если начнут гибнуть люди? Большая куча вещей, одежды и мебель появилась под окнами одного из жилых домов Северодвинска. Жители возмущены. Все это выкинули с первого этажа квартиры на Воронина 32. Жилье купили, а оставленные вещи от предыдущих хозяев оставили на улице гнить и мешать прохожим. Все эти вещи из квартиры по адресу Воронина 32 выставлены на всеобщее обозрение. Здесь посуда, одежда, предметы быта и мебель. Жители двора возмущены таким явлением. Все это просто небрежно выбросили из окна первого этажа. Вчера это все началось. Купил тренер какой-то позавчера. И вот эта вот вся куча, она собралась, все стали выкидывать из всей квартиры всю мебель, потому что будет делать ремонт. Сейчас квартира уже пустует. Раньше там проживала семья из трех человек. Как говорят жители двора, у них собирались асоциальные личности. Мешали всему подъезду, распивали спиртные напитки и шумели. Затем квартиру купили. Семья исчезла, а вещи остались. Нанятые новым собственником рабочие решили проблему в одночасье. Ребята, как мы ходить будем? Вы, откуда у них столько хламу взялось? Понять, как они держали хлам этот творчик? Вы понимаете, я удивилась. Откуда они этот хлам взяли? Да как из квартиры. Так самое страшное, что мужчина шел и бросил окурок. А потом пожар был. А пожар уже был в этой самой квартире. Поэтому все имущество не подлежит использованию. И его просто не взяли с собой. Также у неблагополучной семьи огромные долги по квартплате. Отключено водоснабжение и газ. А вот о новых хозяевах управляющая организация узнала уже после продажи помещений. Обращался к диспетчеру о том, чтобы помогли, соответственно, наши службы в вывозе вот этих вещей всех. Но, тем не менее, в этом было отказано. Потому что у нас сейчас техника задействуется под вывоз листвы. Оказывается, вещи выбросили в срочном порядке для того, чтобы провести санитарную обработку. Сейчас новый собственник вывез мусор своими силами. Несмотря на этот инцидент, возможно, новые жильцы будут вести себя приличнее и не побеспокоят жителей дома. Марина Хохлова, Семен Самигулин, Вестник, Северодвинска. Задыхаться от табачного дыма в подъезде больше не придется. Сегодня вступил в силу федеральный закон о запрете курения. Причем нововведение будет действовать не только на бумаге. Реально наказывать рублем нарушителей собираются северодвинские полицейские. Список запретных для табачного дыма мест в законе указан. Задымленный подъезд, задержка дыхания и пробежка вниз. Наверное, каждый второй северодвинец сталкивался с такой проблемой в своем доме. День это дня. Мы видим в подъезде дымящих соседей кучу окурков на полу. И, как следствие, плохой запах от одежды. Но сегодня мучения некурящих людей, по мнению законодателей, должны закончиться. Перестанут мучиться некурящие благодаря федеральному закону. Сегодня вступил в силу правовой акт, запрещающий курить в общественных местах. Это заметно облегчит жизнь, считают северодвинцы. Конечно. Правильно. Особенно в подъезде, когда молодежь выходит и курит, там ничего слова не скажи. Вообще хорошо, когда вот этим дымом, когда не дышишь, себя чувствуешь вообще здоровым. А как вот идешь мимо и молодежь курит, или мужчины многие курят, конечно, неприятно. С сегодняшнего дня запрещено курить на детских площадках, лестничных клетках, на территории образовательных учреждениях, ближе 15 метров от вокзалов и в других установленных законом местах. Причем с такими ограничениями согласны не все северодвинцы. К примеру, Иван пояснил, курил и будет курить, а закон ущемляет его права. В правах ущемляют. А как ущемляют? Ну как, ну вот я иду по улице, не курю, никому не мешаю. Никого тут. Никто не дышит этим дымом. А вот в общественном месте, вот, например... Ну я и зайду в вокзал, и не стану там курить. Коснулся законы различного рода организаций, теперь руководство компании должно выделить курящим сотрудникам специальное помещение. Причем оно должно соответствовать всем нормам и требованиям, прописанным в законе. Следить за соблюдением правового акта будут полицейские. Установлены наказание штраф от 500 до 1500 рублей. Установлена ответственность отдельно за потребление табака на детских площадках. И установлена ответственность за вовлечение несовершеннолетних в потребление табака. За последний штраф уже 2500 рублей. Кстати, помочь в поимке нарушителей антитабачного закона могут и не курящие люди. Для этого необходимо написать заявление в полицию или просто вызвать сотрудников на место. К примеру, в подъезд. К слову, с существующим списком запрещенных точек закон не ограничится. С 1 июня под запрет попадут общественный транспорт, гостиницы, рынки и даже ночные развлекательные заведения. Дмитрий Ефимов, Владимир Богомолов, Вестник, Северодвинска. Предлагать темы для сюжетов можете и вы. Поделиться с журналистами наболевшими проблемами можно в группе ТРК Северодвинск социальной сети ВКонтакте или на сайте северодвинск.тв. Кроме того, в интернете вы найдете самые последние события нашего города и области. Центр по мониторингу окружающей среды Севгидромета информирует о неблагоприятных метеорологических условиях. Непогода ожидается на территории Северодвинска с 6 до 15 часов 15 и 16 ноября. Специалисты напоминают неблагоприятными условиями, называют краткосрочное сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы. А 17 и 18 ноября специалисты прогнозируют усиление ветра и подъем уровня воды до 2 метров. О погоде на завтра подробнее расскажет ведущий рубрики Небесная канцелярия Антон Чехов. Здравствуй, Антон. Здравствуй, Владимир. Похоже, зима решила набирать обороты в Северодвинске. Небесную канцелярию смотрите сразу после коротких анонсов. Далее в выпуске. Лучшая продукция всегда рядом. В городе и мире провели Международный день качества. Сахатый попал под машину. Кровавая авария произошла на трассе Северодвинск-Архангельск. О метео и астропрогнозах расскажет вам Небесная канцелярия. И вас приветствует наш спонсор – стоматологический центр «Престиж Дент». 16 ноября, по данным ГИЗМЕТИО, в Северодвинске ночью ожидается 2 градуса тепла. Днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 3. Пасмурно небольшой дождь. Ветер западный до 7 метров в секунду. В течение дня атмосферное давление будет падать и к вечеру составить 740 миллиметров ртутного столба. Завтра, по словам астрологов, не стоит принимать важных решений. В делах полагайтесь на проверенных людей. Новые союзники едва ли оправдают ожидания. Если речь идет о чем-то очень важном, лучше и вовсе действовать самостоятельно. Серьезные проблемы со здоровьем маловероятны, а вот легкие простуды и мелкие травмы не исключены. День подойдет и для преображения. За красивой улыбкой спешите в стоматологический центр «Престиж Дент». Красивая улыбка – залог вашего успеха и здоровья. «Престиж Дент» ждет вас на Октябрьской 3. Улыбайтесь чаще и до свидания. Стоматологический центр «Престиж Дент» предлагает самое лучшее средство выравнивания зубов в современной стоматологии, позволяющее эффективно исправить расположение зубов у взрослых и детей. Брекеты. «Престиж Дент» предлагает все виды брекетов от классических, металлических, имеющих высокую прочность, эффективность и невысокую стоимость, до новейших сапфировых, невидимых брекетов. Стоматологический центр «Престиж Дент», улица Октябрьская 3, телефон 52-45-42. Говорят, вышел на пенсию, забудь про кредит. Хорошо, что есть про бизнес. Кредиты для пенсионеров со скидкой. Про бизнес банк. 53-95-95. Стоматологический центр «Новодент» Ломоносова 100 предлагает все виды лечения и реставрации зубов новейшими технологиями и материалами. Выполним как съемное, так и несъемное протезирование зубов. «Новодент». Качество гарантируем. 19 декабря. Заслуженная артистка России Ольга Зарубина с программой «На теплоходе музыка играет». Есть новости. Звони. Горячие линии телерадиокомпании «Северодвинск». 8-960-004-07-67. Билайн. 8-911-5-50-30-08. МТС. Городской номер 50-30-08. Телевидение твоего города. Телерадиокомпания «Северодвинск». Вы смотрите «Вестник Северодвинска» и мы продолжаем. Убил кредиторшу из-за долга. Сотрудники Следственного комитета Архангельской области закончили расследование убийства 47-летней жительницы столицы Поморья. Еще в августе труп женщины нашли в Канаве. Оказалось, убил ее 50-летний мужчина, который задолжал денег. Преступник раскаялся и пояснил, потерпевшая отказала ему в рассрочке. Сейчас дело направлено в суд. О других происшествиях в рубрике «Протокол». Парнокопытное животное попало под четырехколесный транспорт. Сегодняшнее утро началось с кровавой драмы на трассе «Северодвинск-Архангельск». На девятом километре дороги автомобиль «Хюнда» сбил четырехлетнего лося, переходившего дорогу. Он с той стороны с города ехал, лось с той стороны выскочил. Все. А машина как в кувете оказалась? Ну как? Как в кувете? По тормозам. Все. Может, хотел уйти от него. От удара лось кончался на месте. А вот водителю автомобиля повезло. Он сам выбрался из покореженного «Хюндая», говорят очевидцы. Прибывшая скорая оказала мужчине первую помощь. У водителя многочисленные порезы лица. Его состояние медики оценили как удовлетворительное. Ледовым побоищем сегодня стала трасса «Северодвинск-Архангельск». Сразу два автомобиля распластались в кувете по обе стороны. В первом случае пострадал российский внедорожник. Рано утром водитель «Нивы» «Шевроле» двигался в направлении Архангельска. На пути его следования встал эвакуатор. Эвакуатор-то он где стоял? На дороге или как? На дороге, навстречу мне, с включенными фарами, но без аварийных знаков. То есть вот я еду в Архангельску отсюда, стоит машина на встречной полосе тебе, без аварийки. А что она там делала-то вообще? Он вытаскивал еще машину тоже. А машину-то не видно, но темно еще же. Водитель «Нивы» попытался уйти от столкновения, но при маневре его развернуло и скинуло с дороги в кювет. Доставать машину пришлось при помощи эвакуатора. Через некоторое время уже в соседнем кювете через дорогу оказался еще один автомобиль. Иномарку также пришлось доставать с помощью эвакуатора. Причина съезда кювет – гололед, утверждают оба водителя. Кстати, к полудню скользкую дорогу все-таки посыпали песком. В течение этой недели северодвинцы пробовали местную продукцию на вкус, оценивали ее внешний вид. Так Северодвинск отметил Всемирный день качества. Каким выводом пришли дегустаторы в нашем следующем материале? Местный производитель мяса давно завоевал доверие северодвинцев. В качестве продукта горожане не сомневаются. Колбасы по ГОСТу или сосиски с соевыми добавками – продукцию покупают целенаправленно в зависимости от вкусовых предпочтений. Даже если возникнут претензии, Татьяна Игнатьева, например, всегда расскажет про особенности товара. Если что-то не понравилось покупателю, даже если он принесет домой, ну мало ли, всякое бывает. Не все понимают, например, что запах свежего мяса и мороженого, они отличаются друг от друга. На этой неделе город отметил Всемирный день качества. В торговых сетях Северодвинска сегодня проводятся дегустации, где каждый может получить ответы на любые вопросы о производстве продуктов. Всегда все свежее, качественное, из высококачественного сырья приготовленное. Люди к нам приходят, северодвинцы, они очень довольны нашей колбасой, нашими продуктами. И молочные сырья, и докторские, и сливочные нормальные. Все отлично. Окей. Все в первую очередь, они для кого производят данную продукцию? Для нашего покупателя, для потребителя. Если продукция объема реализации будет увеличиться, это значит, говорит о том, что качественная продукция. По России вопросами качества продукции занимаются Роспотребнадзоры, Центры защиты прав потребителей. Последние, в свою очередь, отмечают. Больше всего жалоб от северодвинцев поступает на бытовую технику. В основном поступаем телефоном. Качество телефонов у нас сейчас желает лучшего. Поэтому, скажем так, что в основном поломки зависания. В случае поломки мобильного телефона горожане имеют право расторгнуть договор купли-продажи в течение 15 дней. После этого срока юридическая сила не сможет помочь. Как правило, таких нюансов покупатель не знает. Для этого существует горячая линия правозащиты, где подскажут, стоит ли сомневаться в качестве и что сделать, если вам с покупкой не повезло. Марина Хохлова, Семен Самигулин, Вестник, Северодвинска. Хорошая зима, теплая обувь, отличная цена. Зимняя обувь от компании «Стиль Интеробувь». Магазин «Приморский», Ломоносова, 90. Магазин «Стекляшка», «Советская, 62». Есть новости. Звони. Горячие линии телерадиокомпании «Северодвинск». 8960 004 07 67. Билайн. 8911 550 30 08. МТС. Городской номер 50 30 08. Телевидение твоего города. Телерадиокомпания «Северодвинск». Вестник Северодвинска о спорте. Сегодня в спортзале Института САФУ были сыграны два матча чемпионата города в высшей лиге. Первыми на паркет вышли команды «Наука» и «Океан». Во второй игре встретились дружины «Северин» и «Энергия». Матч между командами «Наука» и «Океан» получился боевым и зрелищным. «Наука» с первых минут завладела преимуществом. «Белоголубые» много комбинировали и к седьмой минуте встречи забили два мяча. У «Моряков» в первом тайме игра не клеилась, но начало второй половины показало. «Океан» не намерен сдаваться без боя. Взяв нити игры в свои руки, футболисты в синей форме отыграли два мяча. «Наука» сумела забить третий гол на гол. Кипер «Океана» Михаил Радцевич дальним ударом сравнивает счет. На последних минутах Михаил мог оформить победу своей команды, но пробил мимо ворот 10-метровый штрафной удар. Итог матча – боевая ничья 3-3. Вторая игра между «Северином» и «Энергией» прошла под диктовку красно-белых. Нужно дать должное футболистам «Энергии» за старания, но класс подопечных Альберта Фазлыева сделал результат. 6-2 закономерная победа «Северина». Сегодня в спортзале «Корабел Фокси Маш» прошло торжественное открытие волейбольного турнира памяти Михаила Ситкина. Соревнования проводятся среди девочек 2003-2004 годов рождения. За главный приз ведут борьбу команды из Архангельска, Новодвинска, Великого Новгорода, Череповца и Северодвинска. После торжественного поднятия флага и теплых слов от организатора турнира парад открытия украсил своим выступлением театр танца «Нимфея». После чего профсоюзный комитет «Севмаша» отметил главного вдохновителя и организатора турнира Елену Дзюбу. Прекрасное открытие турнира. Что от него ждете? «Ну, во-первых, я хочу посмотреть, на что способны наши девчонки. Это первое для них соревнование. Очень большая эмоциональная нагрузка для детей. И кто в этой ситуации как себя проявит, даже для меня загадка. Поэтому это главное. Вот посмотреть, кто на что способен». На турнир приехали весьма сильные команды. Прежде всего стоит отметить девочек из школы Олимпийского резерва города Череповца, а также сильный коллектив из Великого Новгорода. Обе команды выиграли стартовые поединки. Череповец разгромил Ахангельс со счетом 3-0. С таким же результатом Новгород одолел Новодвинск. «Да, мы первый раз в Северодвинске. Зал нам очень понравился. Взлет не чистый, для детей очень удобный. Северодвинск мы еще не очень успели посмотреть, но надеемся, что еще успеем». «Что ждете от турнира в плане борьбы? Что ждете от своих девочек?» «Ну, мы всегда ждем только победы. Но ее еще нужно побороться». В данную минуту девочки команды «Севмаш» играют с волейболистками из столицы Поморья. А основная борьба за медали турнира развернется завтра. Матч в спортзале «Корабел» начнутся в 11 утра и пройдут до самого вечера. Константин Мухин, Семен Самигулин. Вестник Северодвинска. А на сегодня это все новости о главных событиях недели. Смотрите в субботу в 19 часов в итоговом выпуске «Вестника Северодвинска». Обо всем интересном, что происходит рядом, пишите нам. Телефон для сообщений 8-911-550-3008 или звоните номер 50-3008. А я с вами прощаюсь. Смотрите нас и все узнаете первыми. Удачных выходных. До свидания. Физиотерапия с каждым годом приобретает все большую популярность. Одним из ведущих предприятий в области производства портативной медицинской техники является Елатомский приборный завод. Его приборы можно использовать и в домашних условиях. Среди них тепловые приборы, такие как «Фея» и «Теплон», а также магнитно-терапевтические, самый популярный из которых «Алмак-01». «Алмак-01» – это тот прибор, который вот уже 12 лет широко применяется не только в больницах, где люди принимают процедуры, а потом они приходят к нам на выставку для того, чтобы такой прибор иметь дома. Воздействует он импульсным бегущим магнитным полем, которое помогает, глубоко проникая в ткани, снять отечность, воспаление, боль. Показания к применению – остеохондроз позвоночника, артриты, артрозы и много-многое другое. Выставка продажи в городе Северодвинск будет проходить с 14 по 16 ноября в аптеках «Поморья» номер 11 на проспекте Ленина 24 и номер 150 на Морском проспекте 38. На выставке действуют заводские цены. Первый фирменный салон «Аскона» в Северодвинске. Дом быта «Северное сияние». Ломоносово 75. Зимой скидки до 50% на кровати и матрасы. Итальянское кафе «Челентано». Наслаждение вкусом итальянских блюд. Уютная атмосфера и качество обслуживания. Кафе «Челентано». Лебедево 8. Есть новости. Звони. Горячие линии телерадиокомпании «Северодвинск». 8 960 004 07 67. Билайн. 8 911 5 50 30 08. МТС. Городской номер 50 30 08. Телевидение твоего города. Телерадиокомпания «Северодвинск». Спонсор прогноза погоды – ОАО «Северодвинск». Молоко. Да я не жаден. Просто я люблю, когда молочных продуктов много. И они разные. Я не обжора. Я просто обожаю, когда продукты вкусные и здоровые. Я не ханжа. Нет. Просто я твердо предпочитаю натуральные молочные продукты. Вот. Я не выпендрежник. Я просто считаю, что молочные продукты должны быть свежими. В субботу 16 ноября в Северодвинске ожидается ветер южный, юго-западный, западный порывами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет резко падать и к вечеру составит 740 миллиметров ртутного столба. Пасмурно, небольшой снег. Тип погоды третий неблагоприятный. Температура ночью 0, минус 2, днем от 1 до 3 градусов выше 0. Спонсор прогноза погоды – ОАО «Северодвинск молоко». Только качественные и экологически чистые молочные продукты. ОАО «Северодвинск молоко» для вас и ваших близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова